Рада приветствовать вас на очередной встрече для абитуриентов Европейского гуманитарного университета. Сегодняшняя наша встреча посвящена магистрской программе «Визуальная пластика». Ну и не только абитуриентам этой программы, в принципе, всем, кто интересуется визуальными исследованиями. И тема сегодняшней нашей встречи так и звучит «Исследование визуального». Спикерами сегодняшней нашей встречи, гостями ее вместе с нами сегодня присутствует профессор Альведес Лукис, фото- и медиахудожник, и Константин Гейтанджи, куратор программы Европейского гуманитарного университета «Визуальная пластика», художник и дизайнер. Сегодня мы поговорим о том, как сфотографированные вещи становятся не только артефактами визуального общения, но и художественным языком автора. И как фотография стала инструментом для художника и частью художественного исследования. Ну и для того, чтобы не откладывать далеко, собственно, вот этот вот, не затягивать этот момент, я буду рада передать слово Константину. Ну, буквально до этого несколько еще важных моментов. Как я уже сказала, мы будем говорить сегодня о программе «Магистрская визуальная пластика». И до 22 августа у всех желающих есть возможность стать студентами этой программы, не только этой и других программ, которые предлагает Европейский гуманитарный университет. До 22 августа мы принимаем документы от детериентов, и у вас есть возможность стать студентами университета. Сегодня, если у вас будут какие-то вопросы в рамках нашего вебинара, посвященные конкретно этой программе, или, может быть, по теме, по содержанию нашей сегодняшней беседы, мы будем им очень рады. Вы можете писать их в чате или писать их на Facebook в комментарии для тех, кто смотрит нашу трансляцию на Facebook, или вы можете включать микрофон и задавать вопросы голосом, и мы будем очень рады с вами побеседовать о фотографии и, конечно же, о том, как она становится настоящим художественным языком автора. Константин, передаю вам слово. Добрый вечер всем. Спасибо большое, Наталья, за наше представление. Я являюсь... Меня зовут Константин Гейтенжи. Я доктор искусств, куратор магистрской программы «Визуальная пластика». И сегодня я являюсь, можно сказать, не основным спикером, потому что наш основной спикер сегодня, основной гость – это профессор Алим Деслукис. Я, может быть, просто вкратце только для тех, кто, может быть, не знает, коротко расскажу про нашу программу. И еще раз упомяну, что все конкретные вопросы, которые касаются специфики обучения, вы можете задавать мне. Так вот, наша программа «Визуальная пластика», она является такой относительно молодой. В этом году у нас был первый выпуск магистров. Это, наверное, первая программа такого рода у нас в нашем университете, которая является, можно сказать, не чисто прикладной, или так, художественно прикладной в своем плане как визуальный дизайн. Вот в программе «Визуальная пластика» мы выходим все-таки в то поле, в котором начинается современное концептуальное искусство. И в данном случае мы работаем на стыке различных медиа, на стыке того же дизайна, иногда анимации, фотографии, видео, перформансы и еще очень многих вещей. У нас, скажем так, собрался очень интересный коллектив представителей. Это художники как из Литвы, так и из Беларуси, так и из России, Норвегии. И, в общем-то, как одним таким критерием успеха нашей программы, я считаю то, что студенты наши, выпускники, были приглашены участвовать со своими проектами в Кауновской бенале современного искусства. В этом году это достаточно серьезная международная выставка. Я думаю, что обучение на программе «Визуальная пластика» может стать вашим трамплином в область вашей деятельности, не только как дизайнера, не только как арт-директора, а не только как дизайнера концептуального, но и как современного концептуального художника. У нас обучение, это, соответственно, оно двухлетнее. Это первый год в большей степени посвящен, можно сказать, таким модным дисциплинам, эстетикам, это логия художественного исследования. Начинает понемногу ознакомиться с современным искусством. И с этого года мы направление немного скорректировали в связи с тем, что пришли новые преподаватели, в связи с тем, что некоторые модули, как оказалось, они оказались не очень такими продуктивными. Поэтому больше внимания с этого года у нас придается именно медиа и искусствам, в том числе фотографиям. И вот профессор Альведус Лукис, известный литовский медиахудожник, фотограф, профессор, профессор много лет работает также в Белевской академии художества. С этого года он будет вести также курсы на наши магистрские программы. И я думаю, что для всех нас будет очень большим удовольствием послушать то, что Альведус нам расскажет. И я думаю, что это будет очень интересно. И еще раз, по всем организационным вопросам, поступлениям, вы можете обращаться ко мне с остальными вещами, то есть с основной темой сегодняшнего вечера. Я передаю слово Альведусу. Прошу вас. Спасибо, Константин. Здравствуйте все. Даже не знаю, откуда начать. Наверное, надо представиться. Вы можете увидеть, что я делаю. Почти 40 лет фотографии. Там не все, но можно что-то найти. Там у меня есть страница в интернете lukis.lt. Там можете посмотреть. Несколько лет назад заинтересовался новостью в интернете, социальными сетями. И стараюсь сейчас делать какие-то художественные провокации в Инстаграме. Но можете меня там тоже найти. Между тем, что я практикой столько лет занимаюсь, художественно, не только художественно, я как фотограф работал и с документациями разного рода, даже пробовал в рекламу. Но, к счастью, где-то в 90-х годах меня позвали преподавать в Академию. И в Академии я там уже, не знаю, много чего сделал, наверное. Вместе с моим приятелем мы там, не знаю, как это по-русски будет, осуществили такой план, программы, медиа и сделали кафедру. Позже сначала там было только такие пробы преподавать художникам технологические вещи, как фотографии и видео. Затем получилось уже совсем неплохие результаты. И нам предложили осуществить этот план по внедрению программы. Дальше, где-то уже 10-12 лет назад я участвовал в таком, не знаю, как-то сказать, движении, наверное, Artistic Research. Это по-русски, наверное, будет художественное исследование. Можно, наверное, так, или исследование художника или художником. И это была немножко такая сверху опущенная инициатива из Европейского Союза. Но Академия с радостью присоединилась, и мне довелось участвовать в нескольких конференциях. Из-за того, что еще и мои старые приятели по художественной практике из разных стран там тоже принимали участие. Я как бы знаю не только из конференции, но и тоже из этих диалогов с моими приятелями, которые одни из них, ну, как бы главные зачинщики этого исследования. Но это исследование больше всего, конечно, касается докторантуры. Вот Костас тоже там, наверное, пробовал свои силы. Но тоже некоторые вещи мы старались сделать и в магистрантуре. И то, что я буду предлагать, надеюсь, в этом году, тоже будет связано с тем, что я сейчас вам постараюсь показать несколько слайдов. Они будут на английском языке, но я буду комментировать на русском, чтобы посмотреть, какие вещи, особенности фотографии привлекают художников. И как из этого выходит, это художественное исследование. В этом году я должен сказать, что я по просьбе Константина сделал сейчас какую-то... очень такую короткую встречу с визуальным, с исследованием визуального. Это такой дайджест нескольких моих вещей, которые я предлагал в разных конференциях. И здесь я буду касаться... А, здесь забыл про этот слайд. Это из моей книги «Пост Континес». Эта книга сделана в 2008 году, когда появились фотоаппараты в телефонах. И эта книга посвящалась такому фотографическому эссе, где я пробовал новым языком, который сейчас уже, наверное, старый. Первые фотоаппараты были вот такого качества. Но я сделал это из того, что некачество фотографии, техническое качество важнее всего. И я сейчас попробую объяснить, в чем тут дело. Здесь тоже такая медиация между живописью и фотографией, и масс-медиа. И вообще фотография, наверное, первая такая технология, которую можно назвать медиацией. Медиация – это как бы такая вещь, которая сопутствует, сопутствует все время, когда мы хотим... Ну, вот что-то вроде языка, наверное. Не знаю, почему тут у меня не переворачивается. Так, так, какие вещи, исследования должны быть в виду? Это история. Наверное, знаете, что фотография появилась где-то в середине 19 века. Другой аспект очень важный – это как фотография появилась в художественном поле. Вы знаете, что много дискуссий было о том, что является ли фотография вообще искусством. Но к концу 20 века это уже никому не было вопросом. И какие условия для теории? И здесь конкретно уже идет разговор о исследовании художником. Да, вот как раз я этих трех аспектов буду касаться, постараюсь очень коротко. Да, история говорит о том, что фотография является ли репрезентацией реальности. И тут очень такой интересный философский вопрос – а что такое реальность? И мне кажется, что никому еще не удалось точно определить это, но посмотрим, как эта реальность, какими знаками она показывается и как соотношение или исследование этой реальности получается у разных художников. Здесь очень интересное, на мой взгляд, живописное полотно Гинсбурга. Она в разных статьях появляется как первое репрезентационное полотно. Но мне интересно то, что здесь появляется очень интересная вещь, что я буду говорить тут немножко о связи фотографии и живописи. Костас не даст соврать, если начну врать, он меня поправит, потому что он кончил живопись. Но здесь мне интересно то, что тут какие ссылки появляются. Вы видите год 1750-й, но это очень фотографическое полотно, я бы сказал. Как раз где-то в конце 18-го века начались исследования, как живопись сделать более-менее реалистической. Но здесь, что мне интересно, что эти две фигуры, они не в центре, что очень ценно для фотографического взгляда. Другая вещь здесь, которая присутствует, не очень как бы видно, но как бы здесь мистер и миссис Эндрю, самые главные. Но здесь они показывают, что они очень богаты, и этот пейзаж принадлежит им. Вот здесь очень интересная вещь, над которой мы можем уже говорить, это фотографическое мышление, что это не какой-либо портрет или что-нибудь такое, чтобы репрезентировать миссис Эндрю, но тоже говорит немножко о том, что за ними стоит. И мне это кажется очень интересное, как бы такое ватное полотно на наш разговор. И если посмотреть первые фотографии, которые появились, сразу видно, что фотографией стали заниматься художники. Прежде всего, даже есть некоторые исследования, что в Ренессансе уже можно было использовать оптические приемы. И здесь Рейлендер тоже использует фотографию, но здесь монтаж, каждая фигура из этой фотографии снята отдельно, и здесь монтирована по принципу живописи, которая была как бы главным течением в эти годы. Но, конечно, появились немножко такие выходы в сторону, и сразу можно было почувствовать, что фотография тоже имеет какие-то другие возможности, где живописность или так называемая живописная композиция и уходит где-то в сторону, потому что камера дает совсем другое решение. Если живопись – это конструирование, то фотографии – это окно. Где мы это окно вставляем, это как бы фрейминг такой того, что нас окружает. И сразу видно, что края кадра становятся очень важными. В живописи это никогда не было таким важным объектом, деталью. Но все равно первые фотографии очень были живописные. Конечно, чувствуется влияние импрессионизмов, который привладал в это время. И мы можем говорить, что некоторые концепты фотографий с той поры можно определять так, как пикториал фотографии. Это как бы инструмент для традиционных живописных идей. С развитием стилей в живописи начинается влияние модернизма. Это тоже уже новые возможности камеры, которая уже ушла от трайпод. Я не знаю, забыл, как по-русски будет это. Тренога. Тренога. Ну, это штатив, наверное, на русском. Штатив – немецкое слово. Я так задумался. Правда ли. Так, портативная камера, уже с появлением портативной камеры мы можем говорить, что взгляд фотографа освободился от этой установки и экспрессивность кадра уже совсем другая. Ну и можем говорить то, что сейчас является, что питает, ну, мы можем условно говорить, художественную фотографию – это то, что случилось после концептуализма. Это влияние… менинг, как это будет? Значение. Значение. Или в семиотике используют означаемое. Наверное, так по-русски будет. И мы тогда можем говорить о визуальном нарративе, что фотографии – это уже не репрезентация, а рассказ. Рассказ о том, что мы видим. Так здесь, мне кажется, вот мы приходим к той точке, где вопрос – репрезентация ли это – уходит совсем в сторону. Очень интересно, как фотография влияет на живопись и как живопись влияет на фотографии. Здесь очень интересно от Гардега, потому что тут живопись конкретно встречается с фотографической возможностью кадра или фрейминга. И тут сразу можно увидеть, что это конструкция уже с подвлиянием камеры фотографического оборудования. Гардега снимал фотографии, но не считал фотографии с самостоятельным видом искусства. И он использовал камеру как эскизник больше всего. Но особенно здесь превосходно видно, как даже кинематографически этот кадр сделан. И очень интересно эти внизу грифы от инструмента, которые вообще невозможно, наверное, придумать, так вкомпанировать. Но, конечно, в камеру это попадает. Это очень интересно, как такие вот детали начинают говорить больше, чем только репрезентации какого-то спектакля. И здесь тоже очень интересно, когда появляются новые конструкции, новое видение, влияние модернизма от Александра Родченко. Наверное, вам очень хорошо знаком фотограф из России, который тоже старался снимать с разных уголов, изучая перспективу. Тоже в последствии модернизма можно найти фотографии, когда абстракционизм находит свое место. Это фотографии, исследование теней, форм. Это становится очень интересной вещью между Первой и Второй мировой войны. Или какие-то детали, фрагменты деталей, экспрессивность индустрии. Это Маргарет Бурке-Вайт, которая очень интересная, американская фотограф, которая тоже очень интересно работала с фотографии в 20-30-х годах. И здесь, мне кажется, самое главное в моем разговоре это хорошо известное полотно Рене Магрита. Это не трубка, с которой мы можем начинать говорить о семиотике визуального. То, что изображается, это не само, важно не само изображение, а только как бы знак этого, что изображается. И здесь я могу уже начать говорить о таком, о такой вещи, знакомой семиотике, как индекс, индексирование реальности. Мне это кажется очень интересный, хороший пример, как это работает. С этим индексом очень интересно работал Йозеф Кошут. У него где-то, я не знаю, насколько нашел, где-то 5-6 вариантов One and Three Cheers, 1 и 3 стулья. Здесь очень интересно, как он работает, размышляет над тем, что такое стул, что такое фотография стула, что такое определение в энциклопедии стула. Так здесь тоже мы встречаемся об этом знаковом элементе. Джон Балтасари, Born to Paint, тоже старается как бы подшучивать над живописью, что живопись всегда как бы фреймируется, ставится в рамку, но фотография как бы хочет эти рамки разорвать, и этот фрейм начинает работать как инструмент больше, как инструмент, или как утилитарная какая-то деталь живописи. Тоже очень интересная работа Джузеппе Пеноня, тоже концептуалиста из Италии, который уже прямо говорит фотографии с чесским индексом, что рамка это фашизм. если вы хорошо смотритесь в эту фотографию, вы сразу увидите, что здесь определяют эти рамки, как бы превращаются в свастику. Так, чем занимается сегодняшняя фотография? Это только несколько элементов, которые тут я предлагаю и попробую показать на примерах. Это, конечно, размытые такие вещи, что не сразу вы разные фотографии увидите, эти аспекты. Мой приятель Дэвид Бейт, который преподает Westminster University, выпустил книгу Key Aspects of Photography. И там он много их изучает, включая не только художественную фотографию, но разные версии фотографии. и он тоже соглашается, что таких твердых определений фотографии нет. Ну, как бы эти жанры размыты между собой, но мы можем говорить об интенциях и исследования визуального в какой-то интенции, и тогда мы встречаемся немножко с таким более-менее четким рассказом. Если мы этого не делаем, мы можем просто как бы не понять, как, например, иностранный язык. Мы можем слушать какой-то рассказ на иностранном языке, и он нам будет непонятен. Но если этот язык немножко идентифицировать где-то с каким-то с намерением художника можно уже как бы немножко подойти ближе. Даже лингвисты соглашаются, что даже англичанин с англичанин или русский с русским не может договориться точно. Все-таки все равно какая-то интерпретация появится, что уже говорить о визуальном, которое должно как бы определяться несколькими приемами. Так здесь я как бы стараюсь привести примеры такие очень хорошо знакомых, наверное, кому кто изучал современное искусство, это identity, documentary, casual, каждодневная фотография или типология вещей или context related или editorial, это когда очень editorial очень как бы используется широко в рекламе. Contemplation это очень интересная вещь, которая больше всего для индивидуального пользования и очень редко появляется в художественном мире, но такая вещь существует как фототерапия. И тоже интересная вещь, которая очень часто сейчас появляется в современном искусстве говоря об абстрактном, это light generated и не знаю по-русски наверное можно говорить как без фотографии без объектива или то, что делается светом, только светом. Я не знаю, Костас говоришь, когда мне кончать, потому что я могу тут немножко застрять. В порядке Альвады все очень интересно, так что не ограничивать. Да, практика, сейчас какая практика, я вот попробую как раз поговорить только несколько очень таких и иконовых предметов, которые мы можем увидеть, это Синди Шерман, которая работала с фотографией в начале 70-х и до сих пор очень успешная, очень известная, широко известная американская фотография. Идея Синди Шерман, что она говорит, что меня сделало то, что я видела в телевидении, в кино и что я читала. и тогда она делает такие автопортреты, как бы персонаж кино. Дальше она тоже очень успешно использует всякие иконовые снимки в масс-медиа. Если говорить о документальной фотографии, это самое распространенное. Мне не очень нравится это название документари, потому что я не знаю, что это такое, не понимаю, что это подразумевается, но я могу приблизиться к этому взгляду, что это какая-то документация ситуации, которая произошла, но, конечно, это никакой не доказывающий документ, потому что он открытый для интерпретирования. Вот такой открытый для интерпретирования документ является снимки, серия снимков Last Resort Мартина Пара, за которые он стал ненавидимым английской буржуазии, потому что он снимал этот middle class в Англии, ну и он там оказывался не очень в приятном свете, но не подукрашивал. Очень интересная история с тем, что вы, наверное, знаете о такой организации, которая очень бережно работала с этом документаре-фотографе, это такая организация агентства Magnum, в которой ну таким самым первым первой скрипкой играл Анри Кортье Брессон, такой известный французский фотограф, и после смерти Брессона там какие-то изменения происходили, Мартин Пар подал заявление, что он хочет вступить в Magnum, и там очень было много таких дискуссий, может ли Мартин Пар с цветной фотографией стать членом Magnum, которые говорили, что документальная фотография может быть только черно-белой, и это является искусство документаре. Ну вот такие вещи происходили в дискуссии, что такое искусство фотографии. так следующее Art of Casual Photography Snapshot это очень тоже интересная тема, но если мы говорим о вообще использовании фотографии, это наверное самый широко использованный жанр фотографии, это даже кто снимает камерой, наверное это и делает. Это как бы такой жанр повседневной фотографии, которая присутствует сейчас везде, особенно когда фотоаппараты появились, фотокамера появилась в телефоне, мне кажется самые массовые. Но это очень интересная вещь с Жаком Андреем Лартигом, он ребенок из очень богатой семьи Франции, и то, что он делал всю жизнь, никому не показывал. он там очень ну так как бы старался делать такие фотоальбумы, семейные фотоальбумы, и где-то в конце его жизни его нашли после 80 лет, когда он снимал, и никогда никому не показывал это, но оказывается, что это casual снапшот фотография может стать искусством, постараться. Другой человек это Вильям Бегглстонг, который эту фотографию уже ну такой стиль фотографии сразу сделал как бы методом своего художественного выражения, и тоже вы видите, что это уже цветная фотография, было очень сложно, тоже с дискуссиями принято обществом, но Шарковский в то время Момо, директор Момо, сделал выставку у Вильяма Эггглстона в Нью-Йорке, и как бы этим сказал, что не только черно-белая фотография может быть искусством, но просто поставил рядом с живописью, со всем современным искусством. Вильяма Эгглстона вообще он крутился в кругу Энди Вархола и наверное так попал в кругозор Шарковского. Typology это такой концептуальный жанр, который очень близок к документации, но он использует прием повторения, повторения объекта и то, что является отличным от однотипных объектов, как бы начинает такой, ну как бы сказать, текст, что такое вообще повторение, что такое язык разности или разновидности. Context related photography. Это тоже, вот видите, из этого можно тоже, из этой фотографии можно ничего не понять, это casual, это каждодневные, или это какой-то snapshot или документация, но дело в том, что тут Тильманс делает такие выставки, в которых присутствуют тысячи, сотни тысячи фотографий, и он из этих фрагментов, разных фрагментов делает текст. Тут я его включил без контекста, но с пояснением, что эти как бы Костас, как будет рибос, по-русски я забыл. границы, грани, какие-то грани, какие-то жанров фотографии вообще отсутствуют, и тут фотография является тем, что мы ничего не знаем, что происходило до нее, и ничего не знаем, что происходит после нее. Из этого она этим очень строго отличается от кинематографа. И компонирование этих фрагментов, временных фрагментов, очень можно, ну, как бы сказать, спекулировать или интерпретировать реальность очень по-разному и делать разные контексты. И контекст релико-фотографии очень интересная вещь в журналистской фотографии, когда с подписью под фотографии мы можем очень, как бы сказать, конкретно изменить контекст происшедшего и фактов. Так, что вопрос, ли является фотография или документом, тут можно ответить однозначно. Не не может без тех, кто присутствовал, тоже может подтвердить, что это происходило. Тоже вот интересные эдиториал или стейдж фотографии Грегори Крифсон, который использует фотографию как индекс кино. Тоже очень интересная вещь он делает. Он использует команды осветителей из Холливуда, и сразу вы заметите, что где-то уже вы видели в каком-то фильме, наверное. Но здесь очень интересно, что очень немного фотографий Грегори Крюфсона имеет название, тот сделал название ДОТА, ДОТЬ, но чаще всего он это называет антайтлет и какой-то номер, и просто это как бы напоминает не конкретный какой-то фильм, а возможность, что это кадр из фильма. Так, это контемплятивная фотография. Вообще, говоря о контемпляции фотографии, фотографам это очень хорошо известный метод, никто этим не хвастается, может быть, но каждый фотограф наверное контемплирует какую-то вещь, но только с разницей, если это репортаж, там нету времени контемплировать, но когда фотографы снимают, особенно те, которые делают это аудитория, поставные фотографии, там очень много времени проводится контемплируя освещение, но эту особенность подметил такой тибетский монах Рингпоча Чонгам, который после того, когда китайцы взяли тибет, он уехал в Канаду и сделал такую медитативную школу фототерапии, которую называл Миксанг, это хороший глаз, и после его смерти эта школа как бы распространилась по всему, по всей Северной Америке, перешла немножко границы, немножко, есть несколько школ таких последователей в Европе тоже, которые этим занимаются как бы для своего психического баланса, но кое-что интересного может наверное быть и в современном искусстве, мне кажется есть какой-то потенциал минимализма фотографии наверное, но сами эти авторы этих фотографий они как бы совсем не интересуются современным искусством или ситуацией в современном искусстве, но мне это очень интересно как такая специальная интенция работать с визуальным. ну и последняя наверное последняя из предметов которая наверное самая такое близкая к абстрактной живописи это генеративная фотография ну сейчас мы даже знаем что есть генеративное искусство этот жанр очень раскрылся в музыке особенно генеративная фотография это это говорит о том что это условия созданные условия автором из которых этих условий появляется какая-то вещь какая-то фотография Готфред Ягер он преподавал фотографию в Билефельде в Западной Германии тогдашней и сформулировал принцип генеративного искусства как ну анализировая как работает фотографический аппарат он сказал что фотоаппарат это ловушка для света это значит что есть такие условия в которых мы получаем фотографии если мы будем делать какие-то условия для того что происходит вокруг нас эти условия создадут какую-то ситуацию в этом смысле перформанс тоже является каким-то генеративным генеративной вещью для создания искусства но здесь просто Ягер использует без безобъективную камеру в которую свет попадает под специальным углом проходя всякие промежуточные промежуточные вещи и таким образом создается фотография объект объект искусства можно говорить так если еще осталось время несколько слайдов о условиях когда появляются теории теории фотографии особенно в ситуации современного искусства очень много вообще теории это очень интересная вещь мне кажется что они больше наверное говорят не о правдивости как бы мира или как мир из чего состоит но возможности говорить интерпретировать реальность и здесь мне очень интересно я немножко тоже занимался психологией и мне очень интересно смотреть с точки с двух точек психологии на эти premises of the theory это когнитивная психология и социальная психология из этих двух можно смотря на их можно увидеть как работает наш мозг и как вообще как сказать imagination воображение нет воображение работает ну вот смотрим на небо видим звезды потом по когнитивной психологии там есть такая такая вещь как гештальт теория она говорит что proximity или когда какие-то точки не отдаляются очень далеко друг от друга они создают констелляции ну вот эта особенность мозга как бы увидят там всякие формы и эти формы напоминает кого-то если нам напоминает кого-то значит причина этого как ну есть какая-то причина почему это звезды так стоят наверное из этого мы уже получаем какие-то легенды вы знаете греческие мифы разные народы имеют свои мифы солнце луне звездах и все такое но это так работает наш мозг и так работает наше воображение хорошо как мы тут мне тут перевести просто по-английски скажу потом увижу могу перевести language languages about explain the reason consequence relation but this mean we are feeling the lack indivisible but the imagination goes not far more than experience а да это я хотел сказать что то что мы видим мы можем видеть какие-то странные гибриды но наше воображение не будет как бы сотворять какие-то вещи которые вообще мы не видели все-таки мы должны иметь что-то визуальное из этого визуальное мы тогда можем их перенести в небо или в этой консталляции в эти триггеры триггеры для воображения мне очень интересно сегодняшняя работа Жака Ренсье две интересные книги он написал где-то уже лет наверное пять-шесть тому назад это Emancipated Spectator и Future of the Image и в одном из них в Emancipated Spectator он говорит что мы обобщены сенсорной тканью у нас она одинаковая но мы видим не одинаково мы находимся вместе но по разных сторонах иногда и это наше сотрудничество делает такие вот вещи как коммуникация так коммуникация тут наверное самая интересная вещь в художественной практике что мы видим этот мир и стараемся об этом рассказывать но никогда не знаем точно о чем мы рассказываем мы делаем какие-то триггеры для воображения которые включают в которые включаются зритель мне кажется это очень интересная идея похожая идея написанная Умберто Эко в открытом опера Оперто по-итальянски это будет открытая работа наверное не знаю как это будет там тоже говорится о том что художник литератор или композитор он только как бы делает такую дорожку к воображению но не рассказывает о том что с этим воображением появляется и здесь я тоже использую одну как бы идею графическую идею из одной моей моего разговора как это создается это мы видим у нас есть consciousness сознание да с одновременно сознание и тогда это сознание работает на лингвистическом уровне и на визуальном уровне мы создаем рассказ того что мы не видим сейчас мам если мы все происходит здесь мы можем показать пальцем но когда этого нет мы должны использовать язык или что-то другое чтобы об этом рассказывать да и то что мы видим очень интересно рассуждает об этом Жак Лакон французский психоаналитик который очень интересно как бы работал на материале Зигмунда Фройда и он утверждает что взгляд и то что мы понимаем под этим все время имеет такой эффект зеркала что это не всегда то же самое как в зеркале левая сторона совмещена с правым так и то что мы видим не всегда есть то что мы понимаем да the plain mirror provides a virtual image that covers up fundamental lack of the real image the gaze corresponds to desire the desire for self completion through the other очень хорошо известно высказывание Лакана о этом большим другом который которые которого мы восполняем в зеркале мы видим не себя а тем чем мы хотели бы быть зеркало должно показывать нам то что мы бы хотели увидеть это очень интересная вещь но тоже как бы сказать это подробные студии это не одна лекция об этом да и Лакан создал такой универсальный дискурс дискурс где он старается посмотреть как появляются значения или означающие и последнее что тут не последнее мне кажется последний слайд это так называемый дискурс овент где Лакан говорит что то чем являемся мы состоит из imaginary из воображения но это оно имеет как мы знаем все какие-то лимитации потом мы стараемся понять принцип реальности или реальность и из этого исходя мы делаем такие символические жесты как язык вначале и потом наверное вся культура даже и политика и все другие вещи из этих трех колец то то что пересекается в центре он называет симптомом или тем что чем мы являемся так чем явля что является знание художника и тут мы интересно подойдем подходим таким вещам как а чем отличается опять забыл по-русски ушло Костас помоги исследование исследование а чем отличается от художественного исследования вопрос или если ученые исследования потребляют для объективности является ли изучение художником субъективным тоже вопрос тогда а какой баланс между правдой и фантазией что это такое и четвертая вещь которая мне кажется тоже интересно об этом говорит это режим видения это в каком режиме мы все это рассматриваем вот эти четыре вопроса которые тут присутствуют мне кажется самые интересные потому что ученые они уже как бы определились что им нужна объективность правда и метод для художника все это является как бы таким вопросом является фантазия есть ли фантазии правда есть ли объективность субъективности в каком режиме мы будем режим можно назвать интенции в какой интенции мы будем что-то рассматривать и в конце я должен сказать что самое в этом балансе чем отличается исследование ученого и художника это то что ученые базируется на гипотезе художники на открытие ну вот такая у меня была задача вам сказать большое спасибо большое спасибо это было очень интересно мне в том числе и может быть надеюсь что у вас есть какие-то вопросы которые вы хотели задать можно смело включать микрофон и задавать вопросы голосом если пока еще в раздумиях я думаю просто наши гости я бы предложила тогда пишут пишут что пишут комментарии что было очень интересно спасибо большое я бы тогда задала со своей стороны вопрос пока остальные думают вот действительно большое спасибо вам за очень увлекательное выступление я даже пометки какие-то делала по ходу подскажите пожалуйста а вот для тех кто еще вот только собирается присоединиться к ЕГУ стать студентом такой вопрос если например человек не занимался никогда фотографией насколько вообще он может смело поступать на программу становиться студентом вообще-то сейчас трудно сказать или найти того кто не фотографировал мне кажется с трудом таких нахожу но иногда нахожу но думаю что все-таки знаете это заложено с детства если в детстве я не знаю где ты сейчас рисуют или нет наверное рисуют у меня еще нету как бы внуков не видел как что там делается но все равно есть какие-то вещи которые интересуют и я уже тут говорил можно даже начать с того с контемпляцией это вообще не как бы сказать не не форма в современном искусстве но но я вижу что это такие вещи уже появляются другая другая вещь это дневник фотографический дневник который тоже может из этого выходить что-то но как бы сказать то что мы будем обсуждать как как искусство так что мне кажется фотография сейчас автоматизирована в таком уровне что иногда уже те которые уже давно занимаются фотографией они даже не довольны что слишком слишком реалистические фотографии и они даже иногда искажают делают какие-то вещи чтобы как раз исказить исказить это так мне кажется тут тут ну вот Коста знает что для живописи нужен тренинг какой-то надо делать чтобы рука и глаз работал фотографии техника делает свое дело но надо тренировать глаз и тут мне кажется этот миксанг тоже вот как я говорил контемпляция это это то что каждый из фотографов делает это работа с взглядом и можно даже с этого начинать я не думаю что если человек кончил бакалаврскую как бы бакалаврские студии мне кажется можно свободно переходить на фотографию и начинать терроризировать не знаю есть вопросы тут два вопроса один вопрос задал Валерия Божик спрашивает есть ли способ определить значит ли ваше фото что-то или это просто случайный кадр должно быть общее признание или достаточно довольного фотографии фотографа второй вопрос это Ткачева как вы относитесь к лажам что можно комбинировать что нет если интерес пример работ ну вот я включил там этот casual или snapshot это такие вещи которые никогда до появления как бы сказать статуса фотографии как искусство никогда не обсуждалось как что-то такое но это уже легитимно композиция не является каким-то какой-то вещью которая делает из фотографии искусства тут другая лекция может начаться что такое современный мир искусства и там мы встретимся с институциями которые это объявляет легитимация предметов которые становятся искусством это уже такое очень старая старая дискуссия которая началась началась с уринала Марселя Дюшана мне кажется что является предметом искусства это определяет галерия одна критика очень интересно сказала когда ее спросили такую такую вещь что является искусством что нет она сказала так если это висит в галерее это значит искусство потому что галерея не будет рисковать или будет делать все что это легитимировать уровень искусства а какой там другой колляж ну тут что ну вообще с появлением ассамбляжа мне кажется в искусстве ассамбляж по-французски это значит собирать вместо вместе да слово инсталляция вам тоже наверное знакомо инсталляция это ну такой трехмерный ассамбляж это как все вещи которые сходятся они как-то работают что можно что нет ну вот тут и решает художник что 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 делает какое-то означающее а что нет тут вот если кто-нибудь сказал как это сделать мне кажется все мы гениями стали бы но вот нету такого из этого наверное люди ну я не знаю есть такая вещь как вкус оно было очень во время модернизма когда модернизм процветал там понятие вкуса было какое-то очень важное но сейчас даже вкус под вопросом потому что некоторые вещи в искусстве такие безвкусные что трудно говорить но все равно они являются но есть даже даже не знаю это не жанр но как бы сказать некрасивость в искусстве такое такое такая вещь так да это то что вы в коляш вкладываете это уже наверное то какой нарратив вы делаете наверное то это как бы является вашим 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 рассказом надо смотреть как тоже как в поэзии какое слово включить да в ну не знаю тут очень очень сложно тут практика нужна нужна практика спасибо большое за вопросы ваши за комментарии за все собственно время которое мы провели вместе сегодня это действительно был очень интересный такой вебинар и я надеюсь что для всех желающих кто хочет присоединиться еще к магистрской программе ЕГУ у вас будет еще такая возможность за 22 числа вы можете подать документы и стать студентами этой программы если какие-то есть вот еще вопросы последние последние есть возможности его задать но я вижу что пишут нам только комментарии поэтому спасибо еще раз всем большое если нет больше вопросов тогда думаю что на сегодня можем завершать и отправлять всех в поиске интересных образов для для ваших фотографий или для ваших визуальных исследований или может быть для каких-то других интересных поисков спасибо еще раз большое Константину и Альвитесу за ваше время и до новых встреч большое до свидания до свидания спасибо за комментарий спасибо